Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня супер новинки из магазина FixPrice. Очень необычные покупки, невероятные идеи применения. Делюсь с вами с большим удовольствием. Берите на заметку и делайте красоту быстро и недорого. FixPrice продолжает привозить новые товары и к нам. Такие очаровательные зачата с золотыми ушками. Это керамика, покрытая глянцевой глазурью. Цена 149 рублей. Фигурки двух видов. У некоторых зайчиков лапки сложены на животике, а у других просто сидячая форма. Появились новые веточки лаванды, которые уже собраны в готовые небольшие букеты. Два цветовых решения, приятные цвета. Как всегда крепление элементов позволяет их снимать и надевать на основную ветку. Это очень удобно и применять можно как в готовом виде, так и как составной декор. К Пасхе есть наборы в коробочках на любой вкус. И ретро стиль, и детские рисуночки. Можно попробовать и подобрать все, что душе угодно. В коробке есть смеси для окрашивания, декупажная салфетка и мини-подставки. Цена набора по 99 рублей. А также рядом большой выбор превосходных наклеек. Они переводные. 59 рублей цена одного листа с цветными элементами и 27 рублей цена с золотистыми узорами. Очень много всевозможных формочек из бумаги. Набор из 6 штук стоит 83 рубля. Рядом в наборах смеси для окрашивания пищевых продуктов золотая роса, серебряная роса. 99 рублей цена наборов. Внутри есть перчатки для окрашивания и специальная тонкая фольга. Видимо так назвали поталь. Есть наборы и подешевле за 59 рублей и 79 рублей. Здесь жемчужные смеси для окрашивания, есть эффект мрамора, коралловое сияние. Невероятно большой выбор. Я позже покажу, что купила и как применила. Каждый раз любуюсь этими вазами и кувшинами. Цена 299 рублей. На видео они кажутся большими, на самом деле маленькие. Красивая ретро форма для дачи, балкона, украшения террасы. Просто идеальный вариант. Очень понравился металлический черный фонарь на батарейках. Я не купила его только потому, что это был последний вариант. Сетка здесь погнутая и отсутствует внизу крышечка. Был риск купить какой-то разбитый экземпляр. А так выглядит очень хорошо. Также появились новые часы. Разные дизайны. Есть в виде домика, словно из сказки о потерянном времени. Рядом панно для заметок с клипсами и держателями. Цена 99 рублей. На поверхности нежная роза, тонкие веточки. Смотрится все очень мило. 299 рублей. Цена декораций, которые называются цветы в горшочке. Здесь нормальные цветы, но емкость не очень хорошего качества. Исполнение неаккуратное. Проще отдельно купить мини-вазочку и одну ветку какую-нибудь. Для дома и быта вакуумные пакеты. Цена 69 рублей. Размер 50 на 60 сантиметров. И есть набор за 199 рублей. Здесь уже два пакета и насос в комплекте. В разделе с хостоварами увидела строительные очки, наборы наждачной бумаги для шлифовки. Здесь 15 штук полотен разнозернистости. Удобно их использовать и для ремонта, и для мебели. Также есть всевозможные ножи и резаки, которые хорошо подходят для любых творческих и бытовых работ. К нам привезли новые зеркала в металлическом овальном изогнутом обрамлении. На картинке большое зеркало на стене, но в реальности зеркало маленькое. Подойдет, пожалуй, для небольшого помещения или их лучше взять несколько и расположить группой или в паре с другим настенным декором. Цена 249 рублей. Называется зеркало Дали. Увидела интересную емкость с трубочкой и крышкой. Объем 660 миллилитров, цена 249 рублей. Есть стеклянные графины рядом, кружки со вставными ситечками и множество чайных наборов. Двойные кружки, чашка с блюдцем, цена 199 рублей и заварочные чайники разных форм и размеров. 49 рублей 50 копеек стоят маленькие чашки детские с лисичкой, очень милые. Чайная чашка объемом 180 миллилитров стоит 59 рублей и большие, у которых 245 миллилитров объем, стоит 62 рубля. Новые пасхальные плетеные корзинки есть двух видов розовые и неокрашенные. У них овальная форма и можно использовать круглый год для декора и просто в быту. Цена 87 рублей. Это очень недорого. Здесь хорошее качество, все ровненькое и гладкое. Сейчас покажу новые красивые вещи для дома и уюта. Все недорогое и красивое. Очень удачный заказ. Из него оставлю только платье для мамы. Остальное отнесу людям, у которых в данный момент затопило дома. Давайте начнем с постельного белья. Это семейный комплект. Здесь большая простыня, два пододеяльника и две наволочки. Сейчас я разберу диван, покажу на нем белье во всей красе и заодно постираю этот серый чехольчик, который самодельный, самошитый. Вот так выглядит диван в развернутом виде, в разложенном. Он очень жесткий, недорогой был, поэтому я всегда стелю сюда кусочек поролона и вот такой на матрасник. Я его заказывала в Васильке уже давным-давно. Это их постоянная коллекция. Заправила постель. Комплект называется золотая ветвь. Здесь на темном фоне яркие листья, эффектный графичный принт, контрастные линии, красивые изгибы веток. Смотрится очень стильно. Состав 100% хлопок и ткань поплин. А вот и платье для мамы. На лето просто идеальный вариант. Называется платье Делия, выполнено из трикотажа, прекрасный крой. В платье удобно, комфортно и не жарко. Цена 874 рубля. Это размер 52, расстояние от проймы до проймы 55 сантиметров. Такое платье мы уже заказывали в прошлом году, только другого оттенка. Отлично она носится и после стирки не дают усадки. Очень красивая пижама называется сладкоежка. Цена всего 797 рублей. Вверх это белый, футболка с ярким сочным принтом, а низ это цветные шорты с ягодками. Очень милый и приятный костюмчик. У футболки расстояние от проймы до проймы 64 сантиметра. Это размер 52, свободный крой, мягкий, приятный трикотаж. Обыкновенные простые серые брюки стоят всего 770 рублей. Здесь очень удачный крой, слегка зауженные книзу штанины, внизу манжеты. Это очень удобно, ничего не будет топорщиться. У меня есть подобные, тоже серенькие. Ношу их дома постоянно и каждый раз заказываю. У этой тепленькой пижамы с начесом уже длинные рукава и штанины тоже заужены. Подобный крой очень хорошо садится на любую фигуру. Называется эта пижамка сладкоежка сердечки. Цена 1468 рублей, отличное качество и прекрасный пошив. И как всегда я измеряю расстояние от проймы до проймы. Это очень хороший ориентир от этой точки до этой 55 сантиметров. Все эти вещи и постельное белье и платье и пижамы я нашла на сайте Василек. Внизу под этим видео оставлю ссылку на их магазин и социальные сети. А также найду все ссылки на товары, которые были в этом видео. Ассортимент очень быстро обновляется и все моментально раскупают в Васильке. Меня часто спрашивают, куда одеваю постельное белье. Дело в том, что я очень много отдавала родни, подружкам. И вот здесь в шкафу немного того, что я оставила себе для дочки в качестве приданного. До сих пор все оставляют. И сейчас у нас в Оренбургской области такая ситуация, что людям нужнее вот это все добро, вот это все мое богатство. Поэтому в отдельном видео я покажу, как что отнесла, как нам нужно упаковывать для того, чтобы приняли. Обязательно все белье должно быть новым. И также покажу, какая у нас обстановка возле реки Урал. И еще очень важная информация. Сейчас абсолютно все пиарятся за счет прорыва дамбы в Орске. Поэтому не верьте, про мародерство этого ничего нет, про погибших, брошенных людей этого тоже ничего нет. В зоны затопления домов, именно там, где частный сектор, полиция никого не пускает. Давайте покажу, что купила, как применила. Это будет очень необычно и непривычно. Вот такой табун лошадок, лошадей. Одна стоит 170 рублей. Выполнена из керамики. На ножках есть специальные накладки, чтобы не поцарапать стол или полку. И для начала мне нужно покрасить их, чтобы придать необходимый цвет и защитить от влаги. Акриловые художественные краски и строительная акриловая эмаль. Это беспроигрышные и проверенные временем материалы для любых поверхностей. Сегодня использую остатки. Это матовая коричневая и смехи, которыми буду облагораживать этот цвет земли. Легким серо-голубым или нежным лиловым можно сделать коричневый помягче и гораздо приятнее. Пока лошадки сохнут, поработаю над этим кашпо. Купила его в местном магазине с очень хорошей скидкой, только потому, что у этого кашпо потеряли поддон. Мне эту емкость теперь нужно по цвету подружить с уже имеющимися кашпо на участке. Будет этот тон немного темнее, но зато он не будет выбиваться из общей картины. Также заодно уберется вот этот дешевый блеск на пластике, который совершенно не нужен. Наношу кисточкой из нейлона. Очень хороший слой получается. Он не просвечивает. Сейчас камера немного некорректно передает оттенок, но я когда докрашу, к вам вернусь и вы все посмотрите. Так выглядит первый и единственный слой. Внутри я полностью не прокрашивала, только до этого яруса нанесла слой краски. И после того, как немного разбавила этот основной оттенок, всегда на всякий случай оставляю капельку, вдруг что-то нужно будет подкрасить, и это у меня будет ориентировочный оттенок. Теперь взяла широкую кисть, тоже она из нейлона, намочила ее, отжала, хорошо тряпочкой обтерла. И буду немножко набирать на эту кисть и проводить вот такими движениями по краю этого кашпо. И на лошадках тоже сделаю светлые блики. Теперь пригодится та оставшаяся темная краска. Наношу ее на бумагу. У обычной губки выщипала здесь края и серединки. Вот таким образом прикладываю, и такой эффект получается. И сейчас пройдусь еще раз снаружи по кашпо и по лошадкам. У лошадок идеальные спинки для того, чтобы стать отличными подставками. Ножки устойчивые, и любое кашпо можно поставить в центр, и будет отлично. Расстояние меняем в зависимости от размера емкости. Расстояние. Самое главное, ничего не нужно приклеивать для любого горшочка, для любого подноса, чашки, плоской тарелки. Эти подставочки просто идеально подойдут. Конечно же, очень скоро я во всей красе покажу вам всю эту конструкцию, когда уже у нас станет окончательно тепло, когда я буду высаживать цветы. Все это прекрасно будет украшать любое пространство. Можно поставить этих лошадок плотнее, чтобы ножки слегка перекрещивались, и тогда можно будет даже маленькое кашпо сюда расположить. Все очень устойчиво, ничего не сдвинется, все прекрасно держится. Еще в магазине FixPrice купила такую большую металлическую миску-тарелку. Цена 146 рублей. Пригодится она для поделки этой суперидеи. Поделюсь с вами немного позже, уже в садовом блоге, потому что сейчас у нас пока неподходящая погода. А сейчас я, как всегда, очень хочу пожелать вам большого-большого счастья. Всех обнимаю. Ваша Таня. Субтитры создавал DimaTorzok